Всем привет! С вами Дмитрий Бекмаев. Недавно меня попросили записать видео при гиперкифозах, гиперлордозах и сколиозе. Суть в том, что в чем проблема данной болезни. Из-за того, что мы неправильно сидим, либо неправильно держим свою осанку, либо же неправильно закачиваем наши мышцы, происходит искривление нашего позвоночника. Одна часть у нас находится в гипертонусе, другая часть мышц атрофирована. При этом многие комплексы, которые даются, они противопоказаны. И надо постепенно приходить к чему-либо. Если у вас нет подготовки, то этот комплекс специально для вас. Если у вас, опять же, сколиоз четвертой степени, надо понимать, что все комплексы надо выполнять грамотно и спокойно, и стараться все-таки делать все аккуратно. Противопоказаны всякие скрутки. Поэтому я дам комплекс максимально подходящий при таких проблемах с опородвигательным аппаратом. И приступаем. Опять же, делаем все аккуратно. Дышим только через нос. Садимся. Носочки мы натягиваем на себя. Надо понимать, что при таких заболеваниях надо свой позвоночник вытягивать равномерно и плавно, и больше уделить внимание закачке. У меня уже есть комплексы с закачкой, но этот именно для тех, кто вообще ноль и имеет болезни. Те, которые я описал. Опять же, садимся ровно. Носочки тянем на себя. Грудь подаем вперед, лопатки уводим назад. Заводим руки назад. При этом давайте договоримся так, что мы не будем заваливать наши плечи вперед. Лопатки назад, носочки назад. Толкаемся руками об пол и тянемся грудью к носочкам и носочки тянем к груди. Держим три выдоха через нос. Дышим только через нос. Можно постепенно отталкиваться руками на пальчики, становясь, сохраняя позицию нашей спины. Расслабляем руки, сохраняем позицию нашей спины. Руки заводим за затылок. И теперь наши локти мы стараемся не так держать, а чтобы они продолжали наши плечи. Опять же, грудью тянемся вперед, при этом лопатки заводим назад. Затем сразу же выводим руки вверх и тянемся нашими пальчиками вверх. Опять же, грудь стараемся дать вперед. Если не получается, мы не делаем скрутки. Мы лучше вас таким образом держим. Носочки тянем к себе. Кладем руки на носочки. Если у нас нет растяжки, мы подводим коленки таким образом. Даже поближе. Делаем замок руками. Сводим коленки вместе. Если не получается замка, мы обхватываем пяточки. Носочки тянем на себя. Видите, моя грудь притянута к бедрам. Поэтому у меня приклеены бедра к груди полностью. Вот я приклеился, мои плечи лежат аккуратненько. И сохраняя данную позицию, мы уходим в книжечку, вытягивая свою часть задних ног. При этом спину. Если наша растяжка не позволяет даже дальше идти, первое, что мы делаем, это вот сохраняем позицию. И потом уже со временем мы дошли до крайней точки, и мы ее держим. Главное, туловище не отклеивать от бедер. Постепенно мы выйдем в книжечку. И поэтому для начала мы просто учимся сохранять такую позицию и тянуть то, что позволительно. Опять же, нитрюн спину мы полностью кладем. Обхватываем наши большие пальчики. И макушкой тянемся к потолку. Опять же, сохраняя позицию наших ног, у нас живот приклеивается к бедрам. Но грудь отрывается за счет такого движения. Мы обхватили, руки выпрямляем, лопатки выводим назад. Смотрим перед собой, макушкой тянемся к потолку. Сохраняя данную позицию, мы по чуть-чуть выправляем наши ноги. Опять же, но самое главное условие, живот наш касается бедер. Ну вот, если у нас угнут ноги, это нормально. Все приходит постепенно, потом мы научимся полностью выпрямлять. Расслабляем, садимся ровно. Берем правую ногу, подтягиваем к себе. Пятка у нас упирается во внутреннюю часть бедра. Может быть сначала вот такая позиция. Все в порядке. Другая рука ставится на уровне таза. Мы упираемся вот таким образом. Это рука, правая. Упирается правое колено. И теперь мы просто разворачиваем свое солнечное сплетение на область нашего колена переднего. Развернулись. И дышим. При этом отталкиваемся руками. В макушке тяните подлог. Обхватываем наш передний ступок. Опять же, потянули к себе колено. Приклеили туловище. Можем обхватить пяточку. И постепенно, не отрывая наше толще от бедра, вытягиваем нашу ногу. Если не получается, вот сохраняем такую позицию. По чуть-чуть тянем и вытягиваем нашу спину. Все постепенно. Плавно расслабляемся. Ставим правую руку. За нашей спиной. Левая рука ложится на правое колено. И смотрим за правое плечо. Носочек, вытянутые ноги, натянут на себя. Выправляемся. Ставим ноги на исходное. Опять же, подтягиваем к себе левую ногу. Сначала левая рука упирается в левое колено. Правая входит в сторону. Ставим. Тянемся макушкой. Потолку. Солнечное сплетение. Направляем в сторону нашей вытянутой ноги. Вытянутой колено. Подышали. Подтянули в себе опять же колено. Если нет, растяжки. Накатились на наше переднее бедро. Обхватили нашу пяточку. Приклеили туловище к нашему переднему бедру. И постепенно выпрямляем нашу ногу. Не отрывая туловище от бедра. То есть у меня полностью туловище приклеено к бедру. Я не отрываю. Хотели хорошенько замочком. И постепенно будем уходить в книжечку. То есть лучше поначалу дойти до крайней точки и фиксация. Подышали. Выпрямляемся. Правая рука ложится на левое колено. Левая рука уходит за спину. Опять же макушкой тянемся потолок. Руки у нас прямые. Мы правой рукой отталкиваемся, чтобы развернуть. И посмотреть за наше левое плечо. Рука левая у нас прямая. Мы тянемся макушкой к потолку. Выправляемся. Выводим ногу в исходное. Теперь смотрите упираемся. Подтягиваем ноги к себе. Ноги у нас на ширине плеч. И поначалу мы можем делать, если у нас маласана не получается. Мы вот руки перед собой. Чуть-чуть накатились на бедра. Если что, делаем это на носочках. Постепенно, чтобы мы выпрямили вот спину. Таким образом, видите, у меня спина прямая. И я постепенно буду опускать пятки на пол. Все идет постепенно. Сначала так. Потом так. Пока полностью не сядем. Вот такой позиции. Стопы у нас всегда смотрят прямо. И ноги на ширине плеч. Берем руки на уровне нашего лба. Локтями упираемся в колени. И опять же, разводим руки. Поначалу мы можем делать это на носочках. Так будет намного проще. И постепенно. Сохраняя позицию нашей спины. Главное, чтобы у нас спина была прямая. Была вот такая позиция. Наш таз раскрывается. Постепенно, чтобы мы садились. Как только сделали. Стараемся мы пролезть между нашим ног. Стопы опять же сохраняют позицию. Мы смотрим прямо. Руки тянемся. Ручками все постепенно. Главное, чтобы мы тянулись. Всегда вытягивали нашу спину. Потягиваем руки. Ставим их на ширине плеч. Выходим в горизонт. Опять же, стараемся все-таки в горизонт делать правильно. Ноги у нас на ширине плеч. Руки на ширине плеч. Кисти под плечами. Ягодицы мы прогибов в пояснице не делаем. Мы за счет того, что прокручиваем таз вперед. И отталкиваемся. Вот толкаю все руками. Смотрю я перед собой. Где-то взгляд у меня направлен 15 сантиметров от кистей. Не встаем. Уходим в боковую планку. Развернулись опять же тазом и тянемся в подлог. Руку мы не вверх поднимаем, а в длину туловища. И тянемся рукой. Вытягиваем полностью наружную часть туловища. Поменяли планку. Горизонт. Ложимся на пол. Поднимаем наши бедра от пола. Кладем туловище на пол. Смотрим перед собой. Прям перед собой смотрим. Мы не наклоняемся голову вниз. Мы стараемся смотреть перед собой. И тянем наши локти к пяточкам. Пяточки тянем к локтям. Руки у нас напряжены, если что. Руки витянули в длину. Пофиксировали. Ставим руки на уровне нашей груди. Коленки у нас напряжены. И отталкиваемся. Постепенно. Сохраняя позицию нашего таза и бедер. Постепенно. Чтобы руки полностью выпрямились. Но поначалу сойдет и с согнутыми локтями. После чего поза младенца. Четыре секунды вдох. Восемь секунд выдох. Три выдоха. Продолжение следует... расслабились вот такой минимальный обычный комплекс выполняйте его ежедневно первый месяц можете на нем посидеть дважды в день после чего приступайте к другим комплексом которые находятся у меня на канале подписывайтесь делитесь данным видео оставляйте комментарии с пожеланиями на следующей тренировке я еще запишу на эту тему дальнейшем поэтому также не забываем подписаться на instagram и если вам ценен проект можете поддержать его на патреоне ссылки также есть в описании канала поэтому с вами был дмитрий бикмаев чел здоровья вам